В начале войны с Советским Союзом немецкие войска по понятным причинам не нуждались в средствах для уничтожения железных дорог. Тем не менее, изменение обстановки на фронтах со временем привело к необходимости создания техники для разрушения. Германский рейх к концу 1942 года разработал и запустил в производство приспособления, с помощью которых немцы уничтожали железноторожные пути при отступлении, чтобы ими не могла воспользоваться Красная Армия. Во время Корсунь-Шевченковской операции 1-й и 2-й Украинские фронты 24 января 1944 года перешли в наступление, прорвали оборону противника и окружили немецкую группировку численностью примерно 59 тысяч человек. Зная о том, что участь окруженных войск предрешена и что придется отступать дальше и дальше на запад, гитлеровцы запустили одну из своих адских машин на полную мощность. Выглядела она так. К паровозу цеплялся огромный плуг, который ломал шпалы и оставлял глубокую борозду в гравийном балласте, а рельсы, упираясь в покатые щеки, изгибались и ломались. Паровоз за час мог уничтожить до 12 километров полотна. Советское командование приказало летчикам 800-го штурмового авиаполка найти и уничтожить путевой разрушитель, который орудовал между Первомайском и Малыми Висками. Началась охота, но противник оказался на редкость опытный, хитрый и осторожный. Летчики, вылетая на задание, никак не могли обнаружить этот паровоз, а рельсы буквально исчезали с местности с катастрофической скоростью. Еще вчера, пролетая над этими местами, виднелись стальные нити рельсов, а сегодня их нет. Не помогла и наземная разведка. Полученные сведения о местонахождении паровоза всегда запаздывали, и летчики, вылетая для уничтожения цели, вновь и вновь видели только следы варварской работы, а сам паровоз исчезал без следа. И так происходило день за днем. Талгат Бегельдинов, командир второй эскадрильи, впоследствии с юмором вспоминал этот случай, но тогда ему было не до смеха, ведь именно он отвечал за уничтожение паровоза. Много в те дни принесла забот и волнений эта, на первый взгляд, простая цель. Командование уже начинало терять терпение, а путевой разрушитель причинил столько вреда, что для восстановления путей впоследствии понадобились недели времени, тонны материалов и затраты труда сотен солдат и офицеров инженерных войск. Мало того, пока восстанавливали пути, доставка грузов наступающим войскам была резко ограничена. Но помог, как часто бывает в таких ситуациях, случай. В один из дней, когда о паровозе не было никаких сведений, Бегельдинов вылетел на разведку. Он собрал данные о позициях немцев, сфотографировал расположение артиллерии, закопанные в землю танки, и уже на обратном пути внизу увидел что-то странное. В лучах заходящего солнца двигалась огромная уродливая тень, но самого паровоза не было. Не было и дыма от него. Что за чертовщина? Толгат Якубекович резко снизился, и тут все встало на свои места, почему поезд был невидим сверху. На паровозе и прицепе с крюком была смонтирована площадка, на которой были навалены комья земли, снега и даже росли кусты. Толгат даже вскрикнул от радости «Все, теперь никуда не уйдешь!» Но радость была преждевременной. Машинист оказался старым воякой и явно не собирался просто так проигрывать. Только Толгат зашел сбоку и вышел на боевое пикирование, как паровоз резко прибавил ход, и все снаряды, выпущенные илом, прошли мимо. Еще заход, снова все в молоко. В будке паровоза явно зорко следили за каждым движением пилота. Сложилась странная ситуация, уже 15 минут длился этот бой, и вроде цель простая, но опытный летчик никак не мог зацепить паровоз, который, кстати, был сильно ограничен в маневрах. У Ильюшина уже стали кончаться горючее и снаряды. Наконец Толгат Бегельдинов смог таки дотянуться до своего противника, и один из снарядов попал в котел. Облако пара поднялось метров на 20, и паровоз остановился. Зайдя сбоку, Иль прошил его очередями своих пушек и пулеметов, развернулся и, зайдя с другой стороны, в упор выпустил реактивные снаряды. Так неуловимый разрушитель путей превратился в груду металла. А Толгат, сделав круг, сфотографировал свою работу и отправился обратно на аэродром. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи!